Ну что ж, доброго дня, уважаемые радиослушатели и присоединившиеся к ним телезрители телеканала САХА-24. Меня зовут Ирина Ефимова. Эта программа «Якутск. Сегодня» помогает мне вести эфир два режиссёра. Два Юрия. Юрий Чекуров, режиссёр радиоэфира, и Юрий Босиков, режиссёр телеэфира. Мы работаем в прямом эфире. 320066, 32166, телефон в студии. Мы разговариваем о безнадзорных животных с новым директором пункта передержки муниципального Валентиной Дроздовой и руководителем портала «Городского Ванклик» Маргаритой Поповой. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Ну что ж, начнём, наверное, с вас, Валентина. Вы человек новый. Говорилось, что наконец-то во главе пункта стал зазащитник, собственно. Вот расскажите немножко о себе. Как давно вы с животными занимаетесь? Ну, с пунктом передержки я сотрудничаю давно. В качестве волонтёра неоднократно ездила, кормила животных, помогали осуществлять за ними уход. Каких-то животных брали для пристройства, но это очень небольшое количество, потому что на самом деле животным сложно найти семью. Вот в этом году я теперь управляющий пункта передержки. Конечно, у меня есть своё видение с точки зрения зоозащитника, как бы мне хотелось там организовать работу. Что-то уже делается. Я думаю, что если зоозащита и работники пункта, если мы объединимся, это самое главное сегодня для меня, кажется, решение, то мы сможем создать животным настолько хорошие условия, что будут довольны все. Ну, и в первую очередь, получается, будут интересы животных учтены. Я вчера читала ваше интервью на Ньюс в ЕКТРУ, где вы говорите, что усыпляются только больные и агрессивные животные. Да, это действительно так. На территории пункта передержки усыпляются только больные животные. У нас даже есть вот сейчас две собаки, которые агрессивны, неконтактны. Но, тем не менее, у нас кинолог пытается их социализировать. Ну, а куда? Не заполняются ли клетки? На сегодня такой проблемы нет. Отлов производится с помощью петли и сетки. Поэтому есть некоторая, может быть, неэффективность, так можно сказать. Животные, которые обитают на улице, они же не подходят ко всем подряд на самом деле. Заявок много. Население очень обеспокоено наличием животных в городе, больших тем более собак. Отловить всех не удается. Вот, допустим, приходит заявка, да, там пять животных. Бывает, удается отловить только двоих. Плюс еще нужно учитывать тот момент, что животные мигрируют. То есть мы по заявке выезжаем, стаи нет. Поэтому на сегодня места есть. На сегодня у нас, получается, около сорока клеток свободных для собак. С кошками проблема. Вот с кошками большая проблема, потому что если собак еще у нас население берет, и щенков берут, и взрослых на охрану, то вот кошке, к сожалению, отдаются очень плохо. И при этом кошки чаще всего это вот действительно просто выкинутые в подъезд хозяйские животные. Ну, люди, видимо, таким образом пытаются им их пристроить, видимо, так. Либо вообще привозят, нам сдают. Сами? Сами. Сейчас мы прекратили прием животных от населения, потому что просто размещать негде. Кошек именно. Кошек именно. Большая скучность, она же, к сожалению, вызывает сразу же инфекции. Ну, инфекция сразу начинается, болезни. Да, да. Поэтому ситуация с кошками, конечно, очень острая. Вообще, я считаю, что решение проблемы бездомных животных, она должна быть комплексной. И в первую очередь это работа с населением. То есть люди должны понимать ответственность. Заводя щенка и кошку, что это ни на пять минут, ни на два месяца, ни на год. Очень многие переезжают. Мы тут буквально в воскресенье, по-моему, привезли. Такая красивая кошка. Член семьи, ухоженная, откормленная. Мы переезжаем. Я не знаю, почему у людей проблема перевезти животное с собой. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вот этот пункт передержки надо закрыть, я так думаю, и передать на баланс защитникам. Они постоянно же защищают. Не надо с нового так держать. Спасибо за предложение. Это, наверное, не вопрос. Да, конечно, это мнение населения очень разнится. И вот я дополню, наверное, на Валентину. Все-таки я считаю, что эта тема, она такая очень острая. И здесь довольных никогда не будет. И здесь нужно понимать, что проблема эта существует только из-за нас. Из-за нас, из-за населения, из-за нашей безответственности. Пока не будет в правовом поле отрегулированы вот эти все порядки, пока не будет какой-то ответственности административной на федеральном уровне, да, принятие вот этого федерального закона. К сожалению, эта проблема будет продолжаться. А люди, да, действительно, все вот то потомство, которое бегает сейчас на улице, бездомные животные, это бывшие любимые питомцы или же их потомки. Да, и сейчас вот эта тема, я думаю, что она многим надоела. Многих она коробит. Но есть же еще такой момент, что ее искусственно раздувают? Да, это тоже здесь присутствует. Мы, когда провели первые обсуждения, да, почему мы сейчас, можно сказать, так в теме, да, вот в этой, да, я сама как бы считаю себя тоже зоозащитником. Как бы я не ратую, как бы открыто, как бы этим, но по своему характеру, да, ну, я часто тоже сама подбираю как бы животных, выхаживаю, и щенков, и в основном как бы кошек, да, потому что с кошками действительно очень тяжело в нашем городе, вот, и, может быть, своему окружению тоже надоело, да, своими вот этими постоянными подборками и потом дальнейшим пристройством, да. И почему мы вот как бы сейчас вот пытаемся как бы это решить, да, потому что я считаю, что вот этими постоянными подбираниями люди тоже как бы особо как бы не решат, да. И вот когда вот началось вот это все как бы анализировать эту ситуацию, мы сейчас ведем в социальные сети пункта передержки, пока временно, пока нет этого портала, работаем над дальнейшим вот созданием единого какого-то сайта, да, который ресурсов, где люди могли бы и с пунктом передержки взаимодействовать, и вообще найденных, потерянных животных, да, как-то простраивать вот это, что помогло бы для и населению, и самим животным, да. У нас есть еще один звонок, давайте ответим. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вот одно у нас предложение, да. Вот город Низный у нас же есть в республике? Есть. Тоже, как говорится, немаленький город, но там никаких проблем с этими нашими друзьями, многими, ячетверногими не было, и у них всегда решается вопрос на уровне администрации. Я понимаю, что население у нас, грубо говоря, не так реагирует, но в Низном тоже люди живут, но таких проблем, по-моему, нет. Может, стоит изучить опыт этих, возможно, коммунальных служб, или какие-то там войска, может, даже опыт ОВД, чтобы такой же опыт применить в нашем легендарном городе Ягурске. Спасибо. Спасибо большое, да. Воспользуемся обязательно. Я продолжу, да, и вот, наверное, может быть, даже прежде отвечу вот на этот вопрос, как я вижу вот эту ситуацию. Когда мы вот, ну, готовили вот эти обсуждения наши, подключали город Москву, Петрозаводск, а сейчас вот тоже много разницы, да, вот, ну, разница мнений в сфере зоозащиты, но именно зоозащита наша городская предложила вот в тот момент вот подключить именно Анастасию Камагину, от которой, знаете, потом в дальнейшем откростились, называв ее фитонезийской, да, а какие-то вот, ну, рациональные подходы она все-таки там предложила, да. Что касается вот опыта, мы связывались с Екатеринбургом и с другими городами, да, а некоторые, я не буду называть сейчас, какие города отказались, где вот считается, как бы, практика успешная по методу, вот, выпуска, да, стерилизации, выпуск. Они сказали, что подключаться к нам не будут, потому что опыт у них какой. Они вначале всех животных истребили, а потом единичные уже выпустили. В том числе и в наших регионах мы анализировали ситуацию, вот, связывались, ну, не с Мирным, да, а с другими у нас, Ленские, с Нейлингрой, где ситуация, как бы, поменьше, да, вот, ну, животными, да. Вообще у нас в Наслегах, как такой неписанный закон, собака бездомная находится, да, вот, в деревне, если она не чайная, да, вот, по каким-то, у них таких вот такого вообще нет. Там ответственность, она всё-таки превышает, да, вот, чем в городском, в городской сфере. Они сразу её или ликвидируют, или пристраивают, вот, это животное. Я думаю, что примерно такой неписанный закон и распространяется в таких, ну, в наших городах, да. И там вот всё-таки именно вот, что касается Мирного, то там населения, наверное, всё-таки меньше, и, ну, вот, ответственность у них больше, там, плюс у них вахтовый, вот, этот метод, да, люди просто так животное там не заводят, не пристраивают, вот. А что касается нашего города, продолжу, да, вот, население, если оно, как бы, изменится, да, вот, своё отношение, если мы в правовом порядке отрегулируем, то это, конечно, поможет. Вот сейчас нам нужно, я думаю, что именно на стерилизацию среди населения, вот, именно на работу с населением приложить все усилия. Если принудительная стерилизация именно домашних животных, вот, беспородных, да, которые вот такие, да, домашние питомцы будут, если у людей будет понимание, если у них нет возможности, нужно вот эти разрабатывать программы, вот, этого добиваться. Когда, вот, стерилизация произойдёт массовая, то, соответственно, вот эта проблема должна, она, ну, спадёт, да, по поводу, вот, вообще, у людей, да, эта тема, как бы, близка, многие кто-то, вот, искренне готовы, да, помогать, и кто-то искренне действует только на эмоциях, кто-то этим вообще просто пользуется. Эта тема действительно очень хорошо раздулась искусственно, а сейчас к нам, на нас столько нападок со стороны, вот, других регионов, в частности, вот, Москва, да, подключилась, то, что они вывозят животных, мы, когда ведём соцсети, то я просто сама даже, вот, ну, захожу вот эти страницы, то на одну публикацию, в которой у этого животного, там, штук 15 вот этих негативных, пельпостов, да, ну, это минимум, как 15, да, потом в дальнейшем, как бы, идёт по цепочке, и люди просто, вот, захожу в эти аккаунты, у них привязаны сберкарты физического лица, а вот таким методом они просто собирают вот эти деньги, они зарабатывают вот этим, и очень обидно, что есть чаяния наших зоозащитников, есть чаяния вот нашей местной, да, вот, администрации, вот, и такие большие, как бы, шаги всё-таки уже сделаны, да, и вот это всё смазывается тем, что у людей просто вот какой-то меркантильный интерес к этому. Потому что кому-то сейчас это выгодно, а никто здесь лопатами никогда не забивал, это признают и местные защитники, радикально настроенные, по разному, нейтрально настроенные. И, ну, всем выгодно, что здесь действительно усыпалка, здесь кровожадный директор, который пришёл, да, с 10 декабря зачистку кровавую сделал. Мы вернёмся к разговору после короткого перерыва на рекламу. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Маргаритой Поповой. И у нас есть телефонный звонок, сразу давайте подключимся. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Что-то, видимо, не дождался, видимо, человек. Во время рекламы просто дозвонился. Мы работаем в прямом эфире, 32-00-66, 32-11-66, телефоны студии. И мы перед тем, как уйти на рекламу, начали разговор о пристройстве животных, о вывозе их за пределы Якутска. Вот действительно перед Новым годом забрали... Порядка ста животных. То есть, ну, всех практически, да, кто был? Да. Там вот такая ситуация, да, я тоже вот, ну, как бы прокомментирую. Может, это такое моё всё-таки субъективное, да, вот, размышление, ну, мнение, да, вывод, вот из-за обострения вот этой обстановки работа пункта была парализована. Была смена руководства в течение, вообще, получается, с ноября, вот по январь, да, работники тоже находились, да. Вообще работники пункта, если вот, ну, столкнуться вот с этой проблемой, да, как ведут себя некоторые зоозащитники, включая в том числе не местных, да, а из других регионов, это идут просто прямые оскорбления. У нас есть звонок, алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, я хочу предложение сделать. Добрый день. Здравствуйте. Дело в том, что эти питомники и так далее, всё на деньги же идёт, так? Поэтому я считаю, нужно тут работу пошире организовать. Во-первых, через этих, по месту жительства, через школьников или как организовать, надо знать, сколько, в каких семьях собака появилась. Эти бездомные собаки люди пускают же. Вот, всё надо на учёте брать, и собаки всё-таки, кого выпускают, без это самое, контролировать надо. Совершенно разумное предложение. И у нас ещё один звонок, давайте сразу ответим. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот какой я хотела сказать вопрос или ответ, или как ли. Вы знаете, вот эта вот работа, это хорошая работа, да? Но если у людей в головах не поменяется сознание, что мы удивляемся? Вы посмотрите, как обращаются с новорожденными, как рождающие выбрасывают своих детей. Что же вы хотите, а? Это же молодёжь вся вот такая, кто её воспитывает? И я думаю, что это большинство зависит от родителей. А у нас сейчас родители большинство какие? Не работают, пьют, им всё до фени. В домах зайдите, в квартирах что творится, большие квартиры, а там, знаете, на конном дворе чище, чем у них дома. Спасибо за звонок, но вы совершенно правы, это проблема социальная. Да, социальная. И вот эсси бездомных животных много в каком-то населении. Ну вот вообще считается, что это прямой показатель безответственности общества. И вот хотела продолжить вот эту тему, да, вот именно об ответственности, о намерениях. Вот когда вот вывезли вот этих животных, да, там вот такая ситуация просто. И пункт не понимал, да, вот эти струнники, вот как им действовать, да, вот у них не идти на конфликты зоозащиты, там открывать, да, вот прямую как бы открытость, да, максимальную, да. А зоозащита приехала и настаивала именно об отказе отчипирования. Об отказе отчипирования, что вот сыграло роковую вот эту ошибку. Они мотивировали тем, что через металлоискатель, вот якобы им поставила Москва, там условия или какие-то еще были оговорки. В общем, в итоге они получили вот этих животных нечипированные. Дальнейшая судьба этих животных до сих пор пока неизвестна. Ну, по крайней мере, сейчас все животные в обязательном порядке чипируются, независимо от того, животное идет к волонтерам для дальнейшего пристройства или животное берут в семью. То есть это у нас строго при предоставлении документов, удостоверяющих личность. Поэтому на сегодняшний день волонтеры с этим согласились, кто берет. То есть это теперь правило? Да, это теперь правило. Это обязательно правило, да. Это очень верно. А стерилизация? Стерилизацию тоже в пункте передержки мы делаем, но с учетом все-таки нашего климата. Это тоже приходится учитывать. Большинство животных люди берут для содержания на улице. Сама операция стерилизации – это полостная операция. То есть животное потом должно не менее 10 дней содержаться в теплом помещении до снятия швов. Ну и потом еще какое-то время для того, чтобы зона обросла шерстью. Восстановительный период достаточно долгий. Поэтому те хозяева, которые могут обеспечить своему животному теплую средержку. После операционного ухода. Да, да. Они пишут заявление. Мы стерилизуем животное. Бесплатно. Да, конечно. И в день получается стерилизация самой операции. Животное забирается домой. У нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Это из города Якурска. Светлана звонит. Я была вот недавно. Прошли городские отчеты, окружные отчеты администрации города же. Я все была во всех, почти во всех отчетах была, присутствовала. И услышала, ну, это доклад Евсиковой и Елены Кузнецовой. И это доклады были только, в докладах были сказаны только отличные стороны, только положительные стороны. А вот отрицательные недостатки у нас в городе очень много. Эти, эти тоже надо было отражать в этих отчетах. Вот в феврале будет отчет правительства. Тоже надо сказать, что это тоже недостатки тоже отмечали. И мое предложение, этот год молодежи, и еще прибавляется годом доброты. Нам это, пожилым людям, чтобы во все учебные заведения, в школах, чтобы молодым людям, молодым школьникам и студентам, чтобы это было понятие, что от гордоброты, это относиться пожилым, как добро. И хотя бы в автобусах уступить место, и во всех местах, чтобы когда они скользнулись, они что-то помогали. Спасибо за звонок. Спасибо за звонок. Действительно, воспитание подрастающего поколения, это такой важный момент. Если в школе на уроках, в рамках классного часа, может быть, будут объяснять, что ты... Если ребенок будет понимать, что если ты просишь собаку у родителей, ты... Это прямая твоя обязанность, ответственность. Здесь тоже, вы знаете, вот как палка о двух концах. Очень часто ребенок просит у родителей собаку или кошку, обещает за ней ухаживать, но проходит какое-то количество времени, и, естественно, обязанности по уходу перекладываются на плечи родителей. То есть... Но вот родители тоже должны понимать, да, насколько ребенок... Даже не знали себе, к сожалению, не каждый может вот это осознать, да, и вот эти случаи у нас потом и бывают, что... На самом деле, я думаю, что в этой ситуации родитель должен однозначно знать, что ему придется оказывать колоссальную помощь в уходе за животным. А не так, я сегодня возьму ребенку животное, вот он у меня ответственный. И еще один звонок у нас есть. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, Елена. У меня вопрос такой. Мы взяли собаку в пункте передержки, но она еще была маленькая, увезли сразу в район. Мы можем ее привезти, стерилизовать, когда вот весной подрастет? Почему нет? Хорошее дело. Да, если документирована она у вас взята из пункта передержки, то, в принципе, да, Валентина? Сейчас вопрос также по стерилизации отрабатывается и другими зоозащитниками, да. Есть у нас сообщество вот небольшое, где вот люди скидываются, и население города Якутска у малообеспеченного вот стерилизуют, да. И спасибо вам за то, что вы взяли собаку в пункте передержки. Спасибо, что вы вот очень ответственно относитесь вот к дальнейшему вот, ну, судьбе вот этого животного. Это очень, ну, хороший пример вот. И очень рада, что вот есть у нас все-таки такие люди, которые именно к таким моментам тоже вот в дальнейшем взяли животное и ответственно относятся. Еще один звонок у нас есть. Алло, здравствуйте. Добрый день, Ирина. Я считаю, что пока мы не приучим людей к законопослушанию и не повысим бытовую культуру, у нас абсолютно ни один закон не реализуется. Нам нужно это выводить приоритет. Второе. Я тоже люблю животных, но не до такой степени, чтобы, ну, не ставить травмы детей выше. Поэтому тут все-таки иногда приходится, наверное, решать радикально. К сожалению, так людей, которые, а может быть и не к сожалению, потому что вопрос действительно сложный. Что важнее? Здоровье и безопасность собственных детей и граждан, да? Сложный очень вопрос. Как вот его оценить? Нет, ну, конечно, в первую очередь должна быть обеспечена безопасность людей. Второй этап – это уже спасение животных. Ну, вот, и, в принципе, на самом деле, почему сейчас вот так все происходит, да? Мы же выходим на новый этап, на новый уровень город выходит. Потому что, ну, вспомните, действительно, несколько лет назад, когда вот эти стаи везде нападали, да? Буквально 3-4 года назад-то было. Нельзя было пройти вообще по улице спокойно, при том, что и в центре города, да, и на меня нападали собаки. При том, что я собак люблю, всегда держала и не боялась никогда. Но вот эти, они прямо, они меня съесть хотели. Да, такие случаи. И такая история есть практически у каждого жителя нашего города. Детей страшно было отпускать. Да, и когда вот так стоит вопрос, то действительно нужно было решать на тот момент, вот, как-то может быть радикальными жесткими способами. Вот, но сейчас уже у нас все-таки общество меняется, город развивается. И действительно, если есть уже, если мы уже разговариваем о том, что возможно введение вот этой вот системы ОСВ. Это положительный уже момент. Отлов, стерилизация, выпуск, да, хотя бы в порядке эксперимента, не массово, то это о многом говорит. Действительно положительные моменты, да. Ну что ж, я напоминаю, что в гостях у меня были руководитель пункта передержки Валентина Дроздова и руководитель портала городского ванклик Маргарита Попова. Меня зовут Ирина Ефимова, и мы с вами увидимся на этом телеканале ровно через неделю. Спасибо. Спасибо. Ничего себе. Спасибо.